Как часто мы не обращаем внимания на обыденные вещи, которые нас окружают? Люди привыкли к комфорту и уже плохо представляют жизнь без горячей воды, мобильных телефонов или, например, без троллейбуса. А ведь всего каких-то 15 лет назад в Видном еще не было троллейбусного парка. Изначально троллейбусные перевозки были лишь дополнением к автобусным. Но на сегодняшний день это один из самых востребованных видов общественного транспорта. «Надежные, вовремя всегда приходят на остановку. Мне нравится пользоваться троллейбусом, а не автобусом. Троллейбус часто. Иногда не хочет идти пешком. Хочется проехаться, а вот и так. Ну так, в принципе, все, мне кажется, в основном все нормально. Это большое благо для Видного, что есть троллейбус. Регулярно ходит, без задержек. Очень хорошо, комфортно. Очень хороший вид транспорта. Нравится. Вот нужный, особенно пенсионерам. У меня одно пожелание. Я живу на центральной, рядом скорая помощь. Автобусы ходят очень редко. Хорошо, если походим в троллейбус. Евгений Шавров обычно передвигается по городу на модном в наше время самокате. Но сегодня в связи с семейными планами выбор пал на троллейбус. И у молодой семьи также есть пожелания по расширению маршрутной карты в городе Видное. До 6-го у них район. Потому что в АТО, собственно, и ездим. Поэтому, чтобы идти до троллейбуса, от спектра, вообще. Татьяна Краюшкина возит пассажиров уже более 30 лет. Это была ее детская мечта. Не знаю, любила смотреть, наблюдать за водителем. Частенько так. Ну и отучилась, и стала работать. Профессия водителя троллейбуса не по-женски тяжела. Несмотря на это, в Видновском троллейбусном парке работают водителями около 10 представительниц прекрасного, но далеко не слабого пола. Тяжело, конечно. Устаем. Все-таки и домашние дела у нас, женщин, да мужчинам полегче. А нам тяжело все-таки. В Видновском троллейбусном парке работает сплоченный коллектив. Профессиональные водители, вежливые кондукторы, а также механики и слесари, работа которых не видна, но не менее важна. Благодаря труду этих людей мы получаем то, что и делает нашу жизнь более комфортной. Предстоящий 15-летний юбилей – повод лишний раз сказать им несколько добрых слов. Всех коллег с юбилеем, здоровья, успехов в работе. Что пожелать вам, чтобы все было хорошо, чтобы в мире все было хорошо, спокойно было и быть там, чтобы было хорошо.